рабочий день еще не закончился на моих часах 6 часов вечера мы сегодня кстати смотрели дом краснодарском края для моего покупателя у него нет возможности приехать и сейчас еду на свои дома которые строю на продажу и вместе с вами посмотрим я там был последний раз сейчас скажу если не ошибаюсь четверг ребята должны были прикрутить листы для забора на одном доме у меня прям два дома рядом кстати друзья когда вот этот участок я выбирал 15 соток земли разделила пополам по 7 с половиной соток дома чуть более 100 квадратных метров если не ошибаюсь около 110 там 108 вот так ориентировочно если кстати домик его вас заинтересует можете лично мне писать ипотека сертификаты наличка без разницы я готов рассмотреть ваши предложения ну и давайте вместе будем сейчас потихонечку с вами периодично я думаю мы с моей помощницы будем раз в неделю для вас показывать как у нас идет процесс будущем друзья имейте ввиду что я сейчас активно сотрудничаю застройщиками города белореченска есть дома вот такой же планировки вот мы с генной работа вместе сотрудничаем есть вот у него такой же дом в городе он сразу говорю друзья немножко по дешевле дом чем вот вот этот мой в описании кстати цена будет указана из-за того что здесь земли больше и тут немножко будет отделка подороже вот чем допустим там но дом тоже очень так достойно кстати классно уже профнастил есть сейчас друзья как-то мы про паркуемся чтобы нам было удобно принципе мы на ракате покажем и второй дом я тоже на втором доме еще не был мой как вид вообще шикарный сразу становится когда уже забор прикручен пойдем покажем нашим подписчикам закрываем машинку принципе телефон брать не будем так вот тут кстати собачки у нас тут походили и на напокосничали так ну чокать пойдем сначала давай с тобой посмотрим что они там прикрутили кстати друзья здесь будет навес имейте ввиду и вот тут у нас септик двухкамерные здесь у нас кольца диаметром полтора метра глубиной два метра вот у нас два кольца перед двором от дороги до забора где-то расстояние будет ориентировочно около пяти метров свет у нас все подключено газ обязательно будет пойдем кать посмотрим землю кстати друзья имейте ввиду вот эту землю которую вы сейчас видите здесь я планирую прям подсыпать еще это мы немножко не стали засыпать сейчас допустим ребята забетонировали мы сюда камазом заедем еще раз высыпем сюда и сделаем так что вы когда купите этот дом и кстати земля утка давай покажем она будет засыпана вот здесь вот здесь да и вот тут у нас то же самое она будет засыпана имейте ввиду что друзья я возьму засыплю здесь там и еще вот там без всяких проблем еще момент такой как она встань давай покажем какому бетон за хихи обратите внимание высота 20 сантиметров у нас и с этой стороны отмазка слушай от собака взяла вот вот знаете вот псы какие всегда когда забетонируем им обязательно напротив еще момент давай покажем кать тоже здесь смотрите друзья мы его буду воду вывели здесь также противоположной стороне забор обратите внимание вот стою вот ну не видно будем так гореть меня в дом и зайдем кстати вот как встань сюда давай покажем и по поводу террасы смотрите друзья пока я тут здесь мы сделали мы сначала планировали вот здесь сделать навес вот именно тут катя ты где вот здесь у нас кстати в том доме навес вот только вот в этой части а потом мы взяли переиграли ребята давайте мы сделаем глубиной чуть более двух метров забетонировали поставили стол для красоты и такая некая терраса но там еще выход мы сделали на участок пойдемте сюда забор а ну давай катя сюда стану тоже по высоте чтобы здесь будет немножко чуть ниже вот ну допустим вот так что у вас было понимание почему там выше обратите внимание здесь у нас сетка продувалась а там мы почему бетоном сделали сейчас объясню идемте сюда объясню почему потому что там друзья у людей отмазка ее принципе не видно и в него вода стекает прям сюда и мы специально сделали вот такой забор бетон чтобы вода сюда к вам не шла вот имейте ввиду ну там сейчас вы скажете но ты там же сэкономил кстати по фасаду по фасаду здесь будет у нас обязательно забор вот именно тут у нас получается забор будет это мы сделаем еще распашные ворота имейте ввиду что без всяких проблем и кстати можно спокойно пульт управления тоже замутить и вообще знаете хочу если по возможности как моя супруга говорит николай мы короче возьмем сюда елки посадим цветы и так далее чтобы людям было приятно не я это говорил это моя супруга но я вам не сильно все обещаю но здесь мы сделали специально такую желтку вода уходила чтобы не так кстати фундамент друзья тут монолитный плюс еще у нас вайны и получается два два с половиной метра шаг расстояния ну а здесь друзья получается что бетон утеплитель эковата и половинка здесь целиковый кирпич вот здесь половинка имейте ввиду следующие дома которые вот если вы захотите чтобы целиково без проблем за ваши деньги любой каприз пойдемте сюда здесь окно вот для рулетку кто-то бросил это чего такое для целая рулетка ребята вот смотрите земли сколько семь с половиной соток обратите внимание пространство очень много здесь можете там посадить и тут можете посадить я не знаю тут пространство очень кстати обратить внимание если необходимо автомобиль может проехать по ширина между забором и домом ну метров я не знаю блин 6 метров это точно ну а тут земля уже засыпано кстати здесь скважина более 20 метров она тут есть давай-ка отсюда ты ж не на каблуках слава богу ага хотел открыть попытаюсь блин надо а чуть это она еще не забетонирована все вот давай покажем скважина все у нас тут готова автоматика внутри помещения мы покажем вам но это понятно мы еще закупим что было красиво аккуратно цивили но я понимаю многие сейчас будут замечания писать да без всяких проблем здесь смотрите вот эта часть бетон вот эта часть сетка там у нас все столбы все забетонированы тоже вот смотрите высота вот так водичка тоже мы вывели с это с они стали и суда чтобы визуально ничего не было но почему мы еще туда вывели потому что отведите закладные вот мы уголки закрепили специально если вдруг вы будете выход делать на террасу в эту сторону то вас на вес обратить внимание мы сделали ступени вот у нас есть отмазка все это присутствует вот здесь кухня столовая спокойно можете выходить здесь мы вывели на всякий случай розетку если что ну принципе тут все понятно кать а кстати как сальная труба давай покажем вот именно за этим окном друзья находится котельная и автоматикой пойдемте мы с вами посмотрим слушая случайно они дверь тут не оставили открытым супер вообще огонь а ладно давай мы заднем 100 с той стороны вот так ребята мастера оставляют инструменты бери не хочу конечно они взяли закрыли там там дверь а там это оставили открытый нет кстати обратите внимание сколько пространство вот допустим у нас будут знаете я люблю когда дома утоплены когда есть возможность взять построить дом чтобы утоплены вообще идеальный вариант пойдем посмотрим внутри так сейчас ключик кстати вот эти двери мне очень нравится они сейчас стоят более 30 тысяч если не ошибаюсь и я люблю когда вот это пространство и знаете давайте мы заходим видите дверь реально тяжелая хорошие не повредили и заходим сюда друзья я думаю вы помните мы делали обзор именно дома где геннадий застройщик строит и я вам говорил что мы наподобие такого строим обратите внимание планировка она практически то же самое мы раз в неделю вам будем показывать вот именно как мы строим дома как мы делаем отделку я сейчас говорю про свои дома если кстати застройщики которые будут строить дома на продажу неважно это краснодар там ближе к морю так далее друзья выходите на меня в описании и в комментарии будет у на указы наши контакты и мы с удовольствием я лично готов приезжать на ваши дома снимать обзоры показывать нашим подписчикам либо готовы дома либо дома которая допустим в ходе строительства так теперь смотрите заходим прихожая точно такая же да теперь момент такой как заходим заходим переходим туда и давай сейчас дверь закрою и покажу нашим подписчикам в чем разница помните я вам говорил что окно вот она пожалуйста окно я делал окно чтобы допустим у вас было светло к тому же у нас дверь там так красиво такая решетка стекло пакет и тоже остекление в принципе вот вы берете вот кто-то подъехал раз вы берете и вот так заглядываете что оказывается стоит лексус здесь будет обои плитка межкомнатные двери сантехника вот дом друзья без привлечения берем и заходим жить вот вам останется просто взять я не знаю там повесить занавески то скорее всего даже мы жалюзи делом вообще-то я когда строю дома я делал так чтобы люди взяли просто вот так завезли свои вещи и все прихожая точно такая же спальня друзья точно такая же здесь но допустим тут мы что сделали как стань сюда смотрите у нас в каждой спальне группа 3 розетки кабель-канал выключатель розетка розетка потом розетка для одной тумбочки розетка для другой и также друзья еще для кондиционера натяжной потолок здесь вот кстати как смотрим показываем зрителям куда у нас вид ну так на всякий случай чтобы было понимание все здесь все понятно радиатор обязательно будет если мы говорим про эту комнату будет поклеены обои будет установлен на межкомнатная дверь и ламинат друзья уже все куплено чуть-чуть попозже наши ребята уже все это завезут сюда и вам мы будем это все показывать идемте сюда кстати вот я работаю с андреем отделочником я хочу вас обязательно с ним познакомить мы с ним уже работаем он реально член семьи вот реально член семьи сколько вот мы где-то с 2006 года вот сколько лет он у меня работает и дома я себе строил лично квартиру отделку делал вот у от лично он мне все это помогает и делает дальше давай покажем кать кстати вот материал блок у нас вот если брать друзья и межкомнатные двери и двери вот именно перегородки и тут и тут все идет вот именно с этого блока ну чтобы вы понимали дальше заходим спальня точно такая же как в том доме это кстати самая большая спальня здесь мы видим смотрите мы кровать немножко сюда сдвинули друзья вот как бы можно взять якобы посередине почему мы сдвинули мы сдвигаем ее сюда группа есть у нас тв кабели наблюдаем все тв кабель 3 розетки дальше у нас мы видим с вами также для кондиционера здесь мы ставим с вами кровати тумбочки по бокам а тут тут друзья если что можно поставить шкаф он помещается имейте ввиду прихожей вы можете поставить шкаф и то же самое здесь теплых полов тут нету теплые полы это прихожая туалет ванна и кухня стола ну что вы понимали все радиатор вот этот который есть он будет обязательно все это стоять ну так же обои ламинат и межкомнатная дверь будет стоять дальше идемте с вами третья спальня вот она вот мы видим с вами третью спальню эта спальня считается как маленько но обратите внимание смело помещается двухспальная кровать розетка розетка потом мы внизу еще сделали розетку понятно что светильник это у нас уходит на огород и смотрите то же самое мы сделали три розетки и также у нас тв кабель друзья сейчас некоторые там люди будут мне писать ну понятно розетка то но знаете скажу вот мы сейчас были вот на одном доме у застройщика вроде бы подъезжаем дом классно но мы когда туда подъехали например что мне не хватало мне не выхватал вот например я лично когда куплю новый дом я не хочу штробить ну пример говорю тут есть когда я приехал вот тот дом мы смотреть нам мы закрыли все двери были все двери закрыты друзья вот не поверите там будет всегда в прихожей гореть свет потому что ни одного окна ну просто вот ноль ни одного окна не было а здесь если брать вот именно вот этот вариант окна есть розетки есть принципе мель бы мебель поставить так далее так идем сюда как давай мы покажем наш туалет ванна вот у нас туалет ванна теперь давайте мы застрим внимание по поводу помните было как у нас я по поводу гены говорю ген я бы на том месте поставил бы вот здесь полотеносушитель смотрите вот в этом углу я уже вывел именно под душевую друзья именно под душу почему не ванна я прекрасно понимаю но я не знаю основная часть людей которые покупают у меня дома и у людей вот у застройщиков эти люди которые устанавливать всегда душевую душу вы мы ставим она здесь помещается обратите внимание что окно я сдвинул принципе в том доме я показывал что у здесь у него окно посередине в принципе у него была возможность установить и восьмидесятку 90 но я ее сдвинул для того чтобы у нас это все помещалось дальше полотеносушитель мы с вами увидели получается что вы открываете душевую у вас здесь полотенчик взяли повытирали все все и так далее дальше вот здесь у нас будет унитаз вот в этом месте в принципе он помещается все четко открыли дверь 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 у нас вот в эту сторону можно наружу там разберемся дальше мы здесь поставили так чтобы у вас была стиральная машинка она помещается вот так не вот так а именно вот так и тут пространство вполне достаточно чтобы у вас например здесь стояла стиральная машинка в этом месте вы поставите с душевую а вот тут вы можете поставить корзину для грязного белья ну и конечно же у нас есть выход под именно раковину и также розетка чтобы сушиться и выбили хвост для того чтобы у вас зеркало светилась если необходимо но здесь пока у нас натяжных потолков ничего нету кстати утеплитель друзья эковата мы взяли вот идет 15 доска 150 миллиметров и мы ее полностью я кстати потом надо катя нам залезть и потом чуть попозже залезть и мы взяли полностью задули идем дальше ну и конечно же котельная котельная смотрите вот здесь мы видим с вами автоматику автоматика оттуда вода у нас берется кстати вода друзья бомба вы не поверите она реально классно вы когда приедете сами уже потом это увидите почувствуете потому что вот например основная часть домов которые строятся это там 9 метров и сколько здесь более 20 метров дальше ну а окна открывается вот у нас стоит bugatti это газовый котел газ я подключу также мы установили именно здесь теплые полы смотрите у нас здесь идет три контура это кухня гостиная контур два контура коридор и конечно же ванна ну чтобы понимали кухня гостиная коридор и ванна туалет естественно это еще момент такой помните вот здесь в том доме помните да гена вывел хвост для стиральной машинки здесь я поставил унитаз объясню вам почему потому что этот дом именно сделан так чтобы например семья была как минимум четыре человека если кому-то приспичит а кто-то будет принимать душ пожалуйста в есть унитаз вполне он мешать не будет хотите можете его заглушить хотите поставьте унитаз и вот тут по бокам еще вот если брать вот эту часть можно сантиметров 20-30 сделать именно полки у вас там я не знаю под банки склянки пространство есть ну и конечно вот мы властный чердак сделали потом я что-то крюк этот не вижу а вот он есть крюк друзья но мы с вами потом это залезем потом не сейчас потом пошел на сейчас еще тот дом надо посмотреть с вами но идемте сюда девчата тут конечно пространство очень много до кухня столовая натяжной потолок мы уже сделали светильники так давай мы как покажем что у нас пожалуйста выход есть на это земельный участок кстати здесь очень много плодовых деревьев можно посадить и будет вид вообще шикарно и вы обратили внимание что вот тот дом который он принципе мы вывели только одно окно это с ванной комнаты это у вас оттуда не будет видеть пошли там матовое стекло закрываем сразу и помните я вам говорил что мы с гена немножко промахнулись а я это скрывать не буду просто мы заказали у окончиков витражное окно с дверью и мы что-то подумали что они установят тут окно ну скажу так балбесы мы надо было сказать и тут будем так говорить окно окна нету но друзья я еще раз говорю если кто будет покупать этот дом кто покажет вот этот видеоролик друзья я если что попрошу если вам именно окно здесь надо я попрошу окончика который чтобы он решил этот вопрос пошла для меня здесь надо окно окно как бы там есть сейчас покажу но желательно теперь смотрите что если мы говорим вот эту зону вот тут вы поставите огромный диван прям огромный тут мы вывели специально чтобы был большой огромный телевизор получается диван телевизор все смотрите вот тут есть можно прям поставить обеденный стол можно суда он принципе вот здесь можно поставить и радиатор есть теплые полы есть так что еще окна вот это на открывание полностью без всяких проблем и теперь смотрите девчата в чем прикол тут вот здесь у нас огромное пространство для вашей готовки получается что здесь будет уставить кухонный гарнитур вы можете его даже вывести в эту сторону ну я честно не вижу смысла здесь у вас огромное пространство чтобы его поставить теперь смотрите мы вывели три розетки с этой стороны три розетки с этой стороны плюс еще дополнительно обратите внимание внизу ну я не знаю там вдруг посудомойку будете устанавливать так же будет у вас электрическая плита не знаю духовка и так далее у вас вполне достаточно также под вытяжку и так далее ну и розетки мы еще вот по бокам вывели ну на всякий случай у нас если брать по розеткам ту с этой стороны вот там и вывели и так далее вполне да будет достаточно здесь все понятно как пошли мы сейчас с тобой пойдем на тот дом я честно не знаю что там сделано сейчас данный момент по крайней мере они отопление делали а потом мы придем с тобой сюда и уже закроем это все пусть 2 прикрою вопрос то захлопнулась захлопнуть пошли я так понимаю что мы ага мы отсюда не выйдет ну пойдемте навес будет навес будет пойдем туда пойдем туда дорог ну а тут видно пространство четыре метра заезд это кстати вот этот участок вот этот который проезд относится к тому и вот с этим семь с половиной соток вот это ваша территория деревьев садите сколько угодно забор тут мы сделали забор мы тут сделали дерево сохранили друзья не поверите вот этот забор он реально шел ровно вот по этому дереву и мы немножко сдвинули сюда скажу честно чтобы это дерево сохранить паша ну реально бомба забор хороший вот это торсаду мы провели для того чтобы подключить дом о кодекс и смотри как обычно приезжаю песики идемте сюда так ну тут у нас немножко легкий хаос но мы потом это все уберем здесь смотрите друзья септик вот у нас здесь и вот так часто она вот двухкамерный септик здесь друзья у нас планируется у нас немножко по планировке визуально дом другой кстати вот как значу а ну встань вот туда и давай мы сейчас людям вот покажи камера вот вот туда обратить вот давай поворачиваю видно на камеру у нас зелень какая вот зелень вот там друзья парк победы мы называем вот там вид красиво скажу вот если брать здесь можно и погулять там можно вот лес находится там и вот там друзья пруд для рыбалки вместо очень много тишина здесь мы это все уберем септик у нас тут есть и вот тут друзья вот тут будет забетонирована площадка не вся а именно сделано для того чтобы вы могли загнать автомобиль по сути вы можете поставить даже плоть огромную фуру вот по всей длине я не знаю тут дату четыре метра у нас есть практически по всей длине если у кого фура но это не обязательно и мы отодвинули дом вперед как бы можно и так поставить машину но лично мое мнение вот машина просится вот именно так чтобы гараж какой-то что-то поставить по что я люблю чтобы вот например поставить машину чтобы выходе или когда вы выходили из дома чтобы машины вы не натыкали забор мы полностью сделали тут там там мы не делали забор пока мы не делали если что мы договоримся ну в планах пока не было там именно пойдем кать посмотрим что там я друзья тоже тут неделю практически не был отмазка будет здесь друзья уборка принципе ребята кусты уже вывезли ну что смотрите вот так песик иди отсюда во откуда ты тут появился вообще красавец смотрите друзья мало мало то же самое скважина то же самое выход на террасу мы обязательно это все уберем и обязательно здесь завезем именно землю чтобы вот уже начинали заниматься выращивание каких-то культур и так же мы сделаем ступеньки выход тоже проблему ты представляешь тут окно стоит елки по я друзья смотрите вот тут окно стоит а блин вова ты меня услышал красавчик друзья у меня радости вы даже не представляете сколь я это не наигранно я не знал что тут окно не у я просто когда он установил вот эту дверь туда я ну я заказал сразу на эти два дома стеклопакеты и я ему высказал вот про именно то витражное окно и вот он меня услышал красавчик мне приятно друзья вот не поверите я прям счастлив ну и здесь кай давай стой стороны стань мы покажем визуально что немножко отличается и сейчас объясню почему смотрите в чем как выдава визуально чтобы людям вот вот эту красоту было видно 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 теперь смотрите друзья у нас вот именно тот дом на вес продолжение суда но почему мы здесь где не сделали так не из-за экономии потому что если вдруг у вас какой-то будет я не знаю ну не знаю грузовичок какой-то или еще что-то атаком может быть друзья то мы сделали так он спокойно может и сюда зарулить если мы говорим что-то наподобие газели или микроавтобуса или джипа и чтобы он мог вывернуть сюда спокойно и вот как раз вот этот угол бы конечно можно там передачим паром вы это вырулить но мы все-таки не стали это делал чтобы человек спокойно вырулил и поехал понимаете это чисто вот наша была идея ну а там уже конечно вы нас не ругать и так это кать разворачивайся не будем показывать и ключи но поверни камеру в ту сторону все друзья вы не подсматриваете где у нас ключи спрятаны сейчас николай сомсиков все катя можно поворачивать все заходим я друзья еще раз говорю неделю тут не был не знаю они должны были отопление сделать ну скорее всего стяжку не знаю кстати обратить внимание окно дверь то же самое стяжка есть слава богу слышь босиком тут кто-то даже ходил да узнаете вот когда вот коробка и когда уже штукатурка отопление но еще стяжки нету вот совсем вид другой но лучший момент заходим так заходим ну вот они его делали недавно лишь вот кто-то на то вот покажи следы древнего человека следы древнего человека заходим здесь друзья смотрите все то же самое абсолютно единственное заключением сейчас покажу окно дверь комнаты все пойдемте покажу в чем разница расположение все у нас но единство вот то дом стоит вот так лицом да допустим этот мой дом развернули почему смотрите идем как вот и вот здесь станет чтобы показать чтобы вы видели вот это вот смотрите вот именно вот это именно лес вот у вас глаза кидаются чтобы не дом там чей-то мой жену потом кто-то его купит а именно чтобы у вас вид был вот так именно на лес ну это вот чисто моя идея была идем сюда но я смотрю ребята да все тоже самое обратите внимание унитаз полотенце все все абсолютно то же самое вот и помните да вот я сейчас так покажу вам вот видите дом и получается только одно окно вот и выходит именно в ту сторону только вот это одно окно но обратить внимание но матовая все чтобы вас никто не видел ну здесь все в принципе то же самое ребята смотрю отопление все сделали я сейчас друзья сейчас для себя посмотрю потому что я вот этого всего не видел на то же самое все молодцы аккуратно все стяжка залили все приятно какое отличие тут помните в том доме у нас витражное окно идет сюда кстати как давай покажем что у нас тут а давай вот и ой блин что-то неправильно открыл вот давай покажи вот вещь видите лес друзья то же самое вот вдалеке мы видим лес ну камера на вот правильно что ты выше подняла у нас деревья вот мне что нравится даже вот тут я стою да понятно что у газовая труба немножко не нравится но я вижу лес и друзья это лес где вы можете и погулять и взять и пособирать грибы потому что они тут есть теперь смотрите также диван также телевизор также кухня но витражное окно мы уже сюда вине дверь мы сюда вывели давай давай открыто закрыто как думаешь я думаю открыто закрыли все тут другая бригада работает все отлично ну вот да у нас окно слава богу вообще кайф вот это мне нравится вот это я кайфу ну хочу сказать друзья в том доме я даже наверное и попрошу ребят чтобы они сделали принципе это возможно возможно и чтобы все аккуратненько да вот я попрошу чтобы у них уже это окно было теперь друзья здесь немножко душновато по что пар идет из-под стяжки здесь что у нас в принципе я сейчас хочу лаз на чердак посмотреть что он вот у нас еще они люк не установили они даже еще не задували его и вот стены утеплитель то же самое утеплитель еще там не задут я кстати знаете друзья вот они когда задуют я тогда приеду и вам покажу обязательно том доме и на этом доме а котел все то же самое вот даже вот вот люблю когда знаете вот молодцы когда вот что-то делают раз прикрыли вот вот это кайф вот это я обожаю принципе друзья на сегодня все но пойдем как на светлый на светлое место как говорится чтобы нам было нашим зрителям рассказать прошу туда кстати вот что хорошо на самом деле вот мы когда вот этот участок покупали мы покупали его осенью немножко вид был другой а вот и сейчас вот куда бы ни повернул там лес там куда же вот я прямо сейчас вижу ну как бы леса полоса кстати вот здесь друзья вот если брать напрямки я думаю вот там есть проход я знаю что вот там по асфальтированной дороге есть именно дорога который ведет к озеру к озеру а я сверху показывал как-то в мини роликах я думаю вокруг тоже можно обойти и для рыбалки что могу что хочу вот сегодня сказать друзья мы раз неделю будем стараться приезжать на вот эти объекты недвижимости плюс еще есть у нас застройщики с кем мы активно сейчас сотрудничаем по вашей просьбе по вашей просьбе понятно что все нравится когда готовы дом когда он стоит вы видите вот эту некую упаковку но я хочу вот именно конкретно свои дома показывать как мы заливаем фундамент как мы строим стены с чего мы строим и так далее я прекрасно понимаю мои хорошие что например мои подписчики мои будущие клиенты желают например из там с газа блока и либо чтобы был цельный кирпич или полностью не блока именно кирпич вопросов нет друзья кстати если например вы выберете вот мы залили фундамент и выберите например строительство этого будущего дома пожалуйста за ваши деньги любой каприз хоть золотая крыша хоть у нас серебряные окна как вам будет удобно шутка шутками друзья но учитывая что часто вы мне пишите именно в комментариях чтобы я показывал дома знаете почему я сейчас потихонечку перехожу на именно дома я много раз да не по это это бумага так скрипит я на самом деле друзья я много раз уже об этом говорил мы строим дома именно строим дома я лично уже много лет под заказ мы построили ну где-то вот мы считали супруга где-то ориентировочно где-то вот чуть более 140 объектов я сейчас подчеркиваю это люди которые нас наняли это люди которые попросили чтобы мы на их земельном участке построили дома это факт также я уже даму давно строю дома именно на продажу теперь почему я это сейчас начал показывать не за то что я боюсь и тому подобно по поводу под заказ почему это не показывали потому что настолько очень много было заказом что мы не успевали друзья на самом деле у меня был период такой что мы строили одновременно больше десяти домов представляете это я только говорю про город белореченск там ну чуть-чуть там у нас где-то маякопе были когда вот мы ехали например по городу дам какой бы любой район нашего города мы не повернули мы видели строительство наших домов сейчас почему начал показывать смотрите во первых я перестал строить дома на заказ сразу вам говорю если у вас будет земельный участок если вы попросите чтобы я лично построил дом я этого пока не пока пока не буду делать но у меня есть люди которые могут построить хороший качественный дом вот я например с этими людьми сейчас активно сотрудничаю есть человек с которому я доверяю есть человек который я уже я не знаю тоже много лет с ним работу не андрея про которого вам говорил он поделки у меня именно а есть человек который заливает фундамент стены кровля и так далее я ему доверяю уже много-много-много-много лет с ним работам вот если необходимо я могу дать вам его и он построит но на самом деле друзья мы сейчас планируем покупать больше участков и не только там в южном и не только например только в гео городе белореченске мы будем сейчас стараться искать земельные участки в разных в разных местах чтобы например этот же дом ну помните я говорил до этого например это будет чуть-чуть дороже такой же планировки в другом месте у нас есть земельный участок четыре сотки будет практически на миллион дешевле сейчас я тоже купил кстати вот возле этой лесополосы участок мы сейчас делаем раздел мы сейчас подготавливаем документы там есть нюансы нет умежевания и тому подобное и там будет 7 соток какой дом мы планируем там строить либо это другой пока еще не известно но вот у меня в поселке за речном было три дома 60 квадратных метров мои подписчики видели я читал ваши комментарии когда вы мне говорили что он не стоит денег а тогда я под ключ построил 4 миллиона друзья это я выставлял его год тому назад же года еще не прошло до еще года не прошло потому что я эти дома продал в том году перед новым годом знаете прикол в чем когда вы мне писали что это эти дома близко не стоят вот сейчас покажите мне новый дом в городе белореченске за 4 миллиона под ключ не найдете ну нету таких домов понимаете друзья и цена она понятно что я хочу заработать понятно что другие хотят построить вернее застройщики тоже денежки заработать но если например сейчас вы будете строить самостоятельно вот именно вот такой дом вот именно вот такой дом вы выгоду в поймаете от силы где-то ну в пределах там 600 700 тысяч не больше поверьте мне выгоды больше никакой не будет почему потому что цены на земельные участки растут сейчас свободных участков что в южном что заречном что в городе белореченске крайне тяжело найти именно нормальные земельные участки я когда вот увидел этот земельный участок вот помните предыдущем ролике я говорил что я купил там полтора года тому назад вот участок вот вот такой участок я купил 550 или 530 где-то вот так это было полтора года тому назад такой же участок сейчас дальше я не оправдываюсь я просто говорю вот он буквально на соседней улице через улицу один в один полтора миллиона понимаете сколько прошло полтора года и на миллион выросло вот я почему и говорю что тут надо понимать если например вам же не надо 15 соток я прекрасно понимаю что вы хотите найти участок за 500 600 тысяч 15 соток я тоже хочу найти но таких участков уже тут нету и сейчас друзья настолько цены выросли вы даже не представляете я не буду вас сейчас мучить кстати застройщики если сейчас вы меня видите а знаю что вы меня видите если вы хотите чтобы я лично приехал и показал обзор вашего домовладения хотите готовы дом чтобы я показал хотите чтобы в стадии строительства без всяких проблем мы готовы сотрудничество и в городе белореченске и от краснодара в сторону друзья города анапе с вами был николай сумсиков всем пока пока